Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете! Подохните, ты трупы, ты трупы, ты все вы трупы! Почему они по одной нападают, а? Вот сейчас бы одна мне отцапнула, остальных бы взрывом угандошила, но нет! Грешный какой-то варгел еще, блядь! Ай ты, сука, падла, взорвись нахуй! Ладно, папа, пошел в жопу! Еще одна здесь, ёптвиметь! Да, игру там кто, корейцы делали? Корейцы любят собак, особенно жрать! Поэтому они все делали под девизом, что собак много не бывает, видимо! Реально, весь этот уровень почему-то в огромную собачатню превращенную, в псарню! То есть, кругом эти сдолбанные собаки! Он убился об мое кольцо просто! Мне кажется, он лишний раз тюкнул у меня алебарды и сдох! Человеческую фигурку за него дали! Фальшион, чары! Фальшион, что, сабля, да? Фальшион, чары, да? Сабля атаманская! А где чары? А я не вижу никакие чары, я вижу только 53 кровотечения чары! Так, алебарду, что, пока не одеть? А, ловкости 26, надо они силы мне, ёптверь! Ах, плохо! Хотелось! Хотелось! Зуб дракона здесь лежит! Нечто окаменевшее! Ни хер, а тут вот это поворот! Только сегодня, вот, в предыдущей серии видел чела с этой баклушей, которая зуб дракона! Прикольная пушка, кстати, у неё дохрена прочность, и это главное её достоинство, в общем-то! Молот большой! Ну да, я им нормально коломпуцал некоторых боссов! У меня вот, кто видел, как я записывал ДЛЦ, он до переиздания, мой персонаж, там 200 хер, наверное, какого левела! У него было два молота и меч из души босса какой-то там дугообразный сделан! Я вот только такими большими пушками шатал трубы... Блядь, тут лестницы нет! Шатал трубы всех подряд! Вот! Ещё, значит, куда можно здесь спойти? В этом замке, где я не был бы? Я не был бы, если бы я... Вот, в удалённой башне я не был там, куда переносит меня птичка! В случае, если преследователя там мочкануть! Лут я тут сбоку уже собрал, но это единственное, что я здесь взял! Вот! Ну, та дверь-то понятно, куда, где ходит этот часовой с клюшкой! Это туда, где Лукатиэль это стояла! Почему без бэкстаба? Я не понимаю, что, большому бэкстаб не пробить, что ли? Анимацию не придумали для этого! Внизу лететь и лететь! А Луканиэль это, походу, сдриснуло! Ага! Я так и не понимаю, почему... Что помешало ей спастись, начать употреблять человеческие фигурки, поглощать души? Опа! Сука, с огненными стрелами-то, арбалетчик! Хорошо! Надо его... Блин! А, твою мать! Да, хер, я что ему теперь сделаю? Можно же было сюда, через окна, ввалиться! Вот собаки дохнули с одного удара, но их тут так дохера! Только меч об них ломают! Богатырский замах, конечно, перчатки королевского мечника! Перчатки королевского дрочника тут! Не мечника! Почему королевские мечники здесь, если тут никаких королей нету, блин? Что, в такой комнате никто не нападёт, что ли? Откуда пятна тогда? Ах ты, ёб твою мать! Опять! Надпись зад! Я сразу, сука... Только надписи спасла! Сколько же тебя раз убить-то надо, ёптель! С него уже даже интересно, вот и ничего не падает! Душа тоже тебя тут кувыркает! Ай, пропустил, пропустил! Главное не жазничать! Удар, отошёл, удар, отошёл! По-ссыклячному немножко, да? Ой, нет! Ёб твою мать! После этого он стоял долго в уязвимости, конечно, но... Я сам был после этого на грани того, чтобы сдохнуть. Не расслабляться, не расслабляться! Видите, он под конец, он исполнил вот этот финт в стиле Марка Дакаскаса, что-то подпрыгнул, крутанулся. Исправно из него только мерцающие титаниты сыпятся из его задницы, видимо. Это главная фишка, главный источник добычи мерцающего титанита в этой переиздании. Кольцо с серебряным змеем. О, ароматная ветвь! Кольцо чё? А, кольцо на лут! А, больше душ! Да нахер нам! Если вы не собираетесь проходить игру... Несколько раз подряд... Блять! Ааа! Чё это было? И нахуй мне у камешек говно какое-то... Хереть! Если вы не собираетесь проходить игру на новой игре, плюс, 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 плюс... То, вот это вот кольцо на больше душа, оно вам нахрен не понадобится. Да-да-да, факел и прыжок, и пизда тогда вам, ёптить. А, подождите-ка, я ж только что нашёл... Гладкий камешек, который, по-моему, можно кинуть туда. Радужный, да? Сейчас посмотрим. Ха-ха. Этот звук означает, что делать там нехуй. Ааа... Путёвый глубокомер, всё по-научному. И, собственно, куда теперь тут пойти-то? Всё, на этом... А, а... Эй, подождите-ка, а как же ключ? А как же ключ внизу, там, где забытая грешница, там же, это... Двери какие-то были на замках. А мне ключ ни с кого вроде не падал. Э-э... Рашнуть или не рашнуть? Блядь. Моя очередь убить нас обоих. Интересно, гибкий часовой там заспаунился, там, где он был. По дороге к этой... К сукиной дочери. Мы всё умрём! Шучу. Пошёл ты в жопу. Ха-ха-ха. Ай, собаки, собаки, собаки. Да. Так. Так. Это чё? Башня Луны? Нахрена она мне? А-а-а! Башня Луны-то есть та, где грешница сидит? Или вот та, где грешница? Холм грешников, да. Башня Луны-то, наверное, там, где горгульи. Хрен поймёшь, вот почему заглавные... Эти заглавные телепорты ведут все сюда, как бы. Обычно вот локации, в ней там костры, там, ну... Одна большая локация, и в ней уже выбираешь куда конкретно. А тут прям вот, типа, три больших места сразу здесь нашлось. Ладно, я думаю, что к этой овце я, пожалуй, за кадром добегу. Так, ну, снова в Мандуле, потому что я... Там всё закрыто, у грешницы, как и раньше. Я вообще не врубаюсь. Даже не представляю, где... Где может лежать этот долбанный ключ, который там нужен. Так, ловкости я там хотел, да? Нет, да, давай, 28, хрен с тобой. Гулять так гулять, всё просру. А флот, меня позорят. Так, у меня уже... Костяного праха нет, ничего нет. Ящик с вещами какой-то нахрен не нужен. Так, если я возьму в руки Алибарду, тёмного этого... Лыцаря. Ах ты, сука! Это девять чего? Ещё девять веры надо, что ли? Ёпт! Да пошла ты в жопу. Кстати, я теперь могу же перчатки вон вон... О! Перчатки Дранглика же. Могу же ж напялить и теперь мне веса хватит. Так, мне надо... Пойду-ка я, пожалуй, в помойку. Нет смысла откладывать. Всё равно идти туда придётся. Эй, где кошер? Эхэй, блохожопая! Сколько там кольцо стоит? Ты здесь, по-моему, а? Эхэй, ээээээ... А ну-ка мы. Да. Разбил так разбил. Сто. Обалдеть. Самые мощные души, смотрю, такие. Душа Синебола, наверное, называлась. Так сколько кольцо стоит? Да-да-да-да, я тебя тоже понюхать. Тоже тебя. Туда-сюда. Тринадцать четыреста. Ты не лопнешь, ёптать. За сколько, блядь, 4 самосвала вискоса можно купить, наверное, деньги. Использовать 3. Хрен там. И одну такую, ну а что делать? Бэнк. Пф. Чуть-чуть. Как бы так, чтобы ровненько потратить, блин. Да, ладно. Убедила. Я хочу купить кольцо. Всё, теперь мне урон от падений прям вообще не будет проходить. Хоть в десантники иди. И... Сразу в помойку я не щеманусь. Чё, точно? Урон от падений уменьшает. Шикардос. А у меня есть план. Вместо кольца клинков надень вот это. Да, полная пидерсия. Единственная правда, что чтобы ещё больше уменьшить урон от падений, принято ещё, я знаю, раздеваться, чтобы уменьшать вес персонажа. Тогда он вообще начинает совершать затяжные прыжки без парашюта. Я думаю, хочу попытаться успеть что-нибудь свистнуть у василисков. Там внизу много чего лежит прикольного. Но можно и сдохнуть пару раз и потерять узкие жизни. Но и пока я буду прыгать в помойку, я всё равно пару раз сдохну, я так думаю. Поэтому, когда вот долечу до низа помойки, тогда человечность снова заюзла, был снова здоровенький. А сейчас можно разжиться каким-нибудь щитом. Там щита, защита от магии идеальна просто есть. Вот кто-то, видимо, здесь прыгал уже. Прыжок может помочь кольцо. Блядь, какой ты умный парень. Может помочь кольцо и шлем. Да. И не надо искать ключ. Я даже подойти к своему луту не успел. Как меня оттрахали. Видимо, мой персонаж, смотрите, вот так как Ярел в конвультиях умирает до сих пор. Видимо, здесь нужно кольцо защиты от огня в первую очередь, наверное, а потом уже защита от падений с высоты и дебилизма. Ну, раздохнешь. Вообще странно, что я не успел ничего схватить. То, что ты умираешь, ничего страшного. Вообще, если с той стороны можно прямо на Василиска плюхнуться, и он по идее потеряет едва ли не все свое здоровье. Охуительный лут. Мама, я в десантники попал. Парашюта сроду не видал. Ну, возьми ты его в цель-то. Удар! Подтолкнул меня, сука, падла. А сам не сдох. Обалдеть. Да. Только прыгнул с самолета, сразу ебнулся в болото. Заждал бить. Так, все-таки я что-нибудь оттуда досопру. Я что-нибудь должен свистнуть. А мне проснулся калиптоман. Я должен забрать кольцо. Хотя бы. Да, это мои 90 душ лежат. Пусть еще полежат. Камень огненного дрейка. Чего? Что за камень огненного дрейка? Дерьмо какое-то мало. Согласитесь, да, что валит она вообще по жести? Это не усилиска, это огненная саламандра, по-моему, ее зовут. Так, и пока она на перезарядке. Большая душа гордого рыцаря, но это неинтересно. Блядь. А сундук-то хоть останется открытым, мне интересно, или закроется? Лишь бы лут не пропал. Камень огненного дрейка, по-моему, это для того, чтобы оружие на огонь затачивать. Ну-ка посмотрим. Закрыли, суки, закрыли сундук. Ну, в принципе, понятно, что ничего неценного больше на поверхности не оставили. Все, конечно, самое четкое лежит внизу в пещерке, а там, ну, точно только дохнет сейчас. не поможет, ни щит, ни... ничего не поможет. Потому что там сидит подружка вот этой Саламандры. Саламандра вторая. Вот она. И поверьте, она не промахнется. И третья, конечно же. На самом деле, их тут четыре. Треснувшее красное око, а вот щит. А, и там ключ какой-то был еще. Возможно, от этой самой двери. Блять, ебаная. Наверное, от этой двери, да, от чего он еще может здесь быть. Итак, я подобрал там щит бунтаря и тяжелый железный ключ. Щит бунтаря, кто не видел, это вот такая вот херовина, она дает почти что стопроцентную защиту от любой магии, но при этом всего 70 от урона, что хуже, чем некоторые деревянные щиты. я его пробовал затачивать, конечно, но не знаю, для чего он нужен в пвп, не особо он решает драться с какими-то магами, но единственное место, где магии реально, магии досаждают, это храм Аманы, там можно и без щита этого обойтись. Во-вторых, есть щит этого зеркального рыцаря, который магию вообще отражает обратно, что намного лучше. Или он не стопроцентно отражает, ну не знаю, в общем, щит бунтаря шмотка довольно спорная. Ёпта, туда лететь, да. Так, тяжелый железный ключ наверняка ни хера не здесь, ничего не открывает. Заперто. Может, тяжелый железный ключ открывает у железной грешницы что-то. Вообще, тяжелый железный ключ должен, по идее, что-то открывать у железного короля. Опа, а что это я не схватил? Блядь, а ты-то откуда тут? Чё за нахер? Она настоящая? Блядь, здравствуй, жопа, Новый год. Пошла ты. Счастливо тебе внизу там, блядь, потусить. Овин ёбаный. Охереть. Ой, по-моему, она сдохла. Душ сейчас начислили. Так, там что-то есть, что-то у того скелета. Это что-то должно стать моим. Раз, два, три. Кольцо с ястребом. Да! Да! Это увеличивает дальность полёта стрелы, по-моему. Ладно. Надо сдохнуть. Ну, кольцо с ястребом нужно тем, в первую очередь, кто ещё со времён первой части привык трахать некоторых своих соперников издалека, из зоны недосягаемости. Ну, как бы, есть такой радиус в первой части игры, он особенно заметен, из которого, ну, как бы, если босса, ну, моба или босса дамажить, он к тебе не побежит. Поэтому просто накидывайте дамаг из-за пределов его скрипта и всё, и он ничего не сможет сделать. Просто, и он сдохнет. Ну, во-первых, было два дракона, которые не могли ходить. Были просто драконы, которые могли ходить, но недалеко. А чем дальше ты стреляешь, тем меньше дамага наносишь. Я чуть не сдох. Что странно, совсем странно. у меня кольцо одето, шлем одет. Единственное, что надо было снять с себя всё, как я уже говорил, тогда да. Ну, впадлу всё это снимать, одевать. ой. Ёбаная ты, ловушка. Отлично. Прекрасно. Здесь, причём, когда я в первый раз прыгал в помойку, я сразу попал в помойку. Я не не вышел на том этаже, где живёт король крысиной гвардии. хорошо. Я сниму самое тяжёлое. Перчатки, блядь, и доспех. Вот вы видите мускулистую спину моего главного героя, рельеф мышц, пресс, редкий красавчик вообще. Охуеть. И теперь я должен спрыгнуть просто, не знаю, на какие расстояния, на очень большие. всё равно чуть не сдох. Ни хуахуа. Ничего там не треснет. Странно, я раньше раздевался, и это помогало мне, я точно помню. Куда, куда, куда ты? Всё время забываю, что если просто нажать красную кнопку, он отпрыгивает назад. Для меня не существует в этой игре комбинации отпрыгнуть назад. Мне кажется, что если я туда прыгну, то я сдохну просто от падения с высоты. Нет, почему-то мало отняли. Вы уж определитесь там насчёт высоты-то предельный. Так, это к крысиному королю. Здесь, помню, на входе из ковенанта шутников вторгся ко мне какой-то хрен. Кстати, был ли здесь костёр на входе, я чё-то не помню, кстати. В торгся какой-то чел, а в костюме орликина с кинжалом и затрахал меня своим кинжалом до смерти. Это был первый такой чувак, который одет был в лёгкую броню, который смог меня победить. Ну, ковенант. Так, а как мне? Эти доски мне не дадут спрыгнуть. Я в них врежусь и умру. Ну, а чё делать? Может, они сломаются просто? Да! Росомаху, давай! Скобли цепями, блин, этими, когтями по стенам. Очень интересно. Интересно, можно с концами умереть, если у тебя вообще жизни не останется? вообще вот прям-то умер-умер. Так, я что-то сломал всё-таки там себе. А, подождите, это не туда? Там внизу что-то лежит. А, какой-то лут. Вдруг это ароматная ветвь, не знаю, или ещё что получше. Ну, давай. Не сдохни. Да, конечно, блядь, да, конечно. Человечностью, что ли, рискнуть? Или опять сверху прыгать? Да, наверное, сверху опять. Бесит. Бесит ужасно, но лут-то хочется забрать. А мне кажется, что мне сейчас сверху не хватит человечности. Урон-то какой-то с высоты-то получал. Да, смотрите, сейчас я... не смогу спуститься с такими жизнями. Половину просрал, половину. Херена. Где тут? Причём, первое, видно, что невысоко. Почему она так много жизней отнимает? Японский, японский, блин, расчёт, я ебу. Расчёт высоты просто успешно. Не знаю, нечеловечески грамотно составленная хренатень. Мне кажется, что не суммируется вот это вот бонус от кольца на высоту и со шлемом на высоту. Причём, мне кажется, что это борода полная. Подавитесь. Сейчас просру человечность. В принципе, у меня дохрена ещё, просто она продаётся, падает везде. Чё её экономить? Да. Переоценивают прыжок с вот этой высоты, господа разработчики. Вот здесь и то сейчас выше, чем падение на первую перекладину. В принципе, дамаг. В Африке дамаг. А как же спуститься-то здесь? А куда это ведёт эта лестница? Такого раньше не было. Словно во сне это что, точно не было такого? А, теперь... А теперь, наверное, здесь доспех Хавила лежит. И нужен ключ. А не там, где-то посреди этой сраной помойки, тёмной, где его никто не видел толком. Блядь, и как же теперь допрыгнуть-то? О, боже, спасибо. Кольцо злого глаза плюс один, это полная херня. Ёпт твою мать. На микровыступ. Косточка возвращения. Это чтобы отсюда обратно в мандулу улететь. А я хочу сразу костёр в помойке зажечь. И по-хитрому вернуться к королю. К рысиному. Ну, этого жука я не убью. Да, блядь. Хуйня полная. Слишком герой криворуко машет всем, чем можно. Махалками своими. Кольцо, коготь, праха. По-моему, это увеличивает прочность оружия. Вполне себе нормуль колечко, кстати. Ну и нападают здесь, конечно, горящие пуканы. Лучше раз было два с одной, два с другой теперь. Теперь там стоит королевский стражник какого-то хрена. Чё он там опять стражит? А, так, кольцо, коготь, праха. Ну-ка, увеличившись примерно к каменению. Нет, что-то другое. А вот это, по-моему, кольцо вообще только в ПВП действует. Не знаю, чем я его ношу. Ну, потому что на его месте должно было быть кольцо дракона. В итоге нихрена. Так, интересно, что же там гвардейцы-то охраняет? Мощное лечение. Видно, скелету лечения нихрена не помогло. Какое-то не очень, видать, заклинание. Да, можно уже не пытаться его забэкстабить, а просто идти смело в рубку. Так, что он там? Мощный двуручный меч я собрал. Взял. Меч рыцаря Хейда. Говно. Фламберг. Меч Дранглика. А, двуручный меч. Сука, он все-таки выпал мне. Тот, что я не стал покупать, выпал из гвардейца, у которого не было на вооружении двуручного меча. Как минимум странно. Сундук впереди. Спокойствие. Кое-что нахуй спокойствие. Кто вообще пишет? Сундук впереди, блядь, перед самым сундуком. Ты чё, блядь, умный самый. Просто это даже не капитан очевидности, это генерал очевидности. Генералиссимус просто. Верховный главнокомандующий армией очевидностей. Так, а прах, 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 так, прах это вообще шикарный лут, надо его не забыть только. При первом же посещении Мандулы высыпать в костер. Странно, что здесь никого вообще нету. По-моему, раньше какие-то были враги. Да, дурацкий уровень всё-таки этот помойка сейчас будет, ёпти, поэтому я сейчас пойду просто крысиного этого царя ушатаю по-быстрому, он там вроде уровень небольшой с ним, а уж на помойку буду собираться силой, решимостью, волей не мимик. Знак злобы. А, вот где они падают. Зачем он лежит в сундуке? Это же знак злобы, если с красным оком вторгаешься и побеждаешь владельца мира. Блядь, эти отравляющие куклы, это просто, вообще, просто, просто дерьмо, блядь. Ты начинаешь ломать их, блядь, об них ломается твое оружие. А, они теперь с факелами ходят. Ха-ха, прикольно, их в темноте видно теперь. Тут кто-то, видимо, спрыгнул не в ту сторону, в одних трусах кто-то прыгал с высоты, чтобы, видимо, урон не получать. Вон, я вижу, вижу, где костер, что это, куча мусора какая-то стала теперь из-за прямо вполне выделяющихся отдельных компонентов видна, блядь. А вот тут, если бы я не упал, там что-то можно было взять. И сейчас это будет над головой лежать, сверкать. А, вот здесь. Нахуй человечность. Да-да-да, заебись. Это был поистине дерьмовый план. Все время забываешь, что в этой странной игре прыжок прыжок прыжком называется просто любой отрыв от земли и на преграду, которая выше, чем хотя бы по колено, главный герой взялись не может. По пояс, все это непреодолимые почему-то в этой игре это непреодолимые просто вершины. Не знаю, какие проблемы было сделать то, чтобы персонаж хотя бы лазил нормально. В какой-то странной позе сидит эта монашка теперь. Она прям так и просится на шишкарь. Что это у него одето? Занамордник, блин. Так, могила святых, вот. Вот, сейчас. Я говорил, что надо стараться убивать хотя бы одного босса за одну серию. Уничтожитель. Я знаю, где он лежал. Где лежит, теперь не знаю. Но крысиного короля лучше всего мочить, конечно, с двуручной пушки, с какой-нибудь широким замахом, чтобы один раз махнул и куча трупов от этих сраных крысок. А что это он не сдох? Живучий поц. Какая нахер призрачная стена, чушь какая. чумная крысы. Да, коготь праха они тут вовремя положили очень местную ауру. Ну, в принципе, на обычной новой игре. Тут и без когтя нормально, кстати. Вот там, по-моему, осколок фляги вот этот сияет. Где-то он тут был. Ну, конечно, дикое количество камней фороса можно здесь израсходовать. Максимум, чего можно было добиться, это опустить мост. За мостом никакого особенно шикарного лута не было. И это явно не этот ключ опускал мост, а какой-то то ли левый, то ли правый. Это было жесть, конечно. Но сейчас вполне не могли и придать смысл всему этому. Всему уже четвертая, пятая, шесть дырок для камней фороса здесь было или что-то около того. Может быть решили придать этому смысл, я не знаю. И что-нибудь там положили. Потому что вообще-то не мешало бы там. Такое место-то прикольное. и при этом там не было вообще ничего. Кстати, крыс тут походу бесконечно несут, потому что они просто валятся сверху. Их здесь можно походу люто фармить. 70 душ для вас. Солидная цифра, но можно кольцо одеть, получать душ наверное 80 или 100. Видите, какой гигантский скелет здесь лежит. А эти сидят бабры еще как повалят. Косточка извращения же. Да. Видимо это отсылка к эре гигантов. Я не знаю просто что-то за гигантские скелеты. В игре это а, ну да, раньше да, возможно нет, это просто древнее захоронение. Называется это могила святых вроде как локация, а здесь все у кого душа большая, они все большого размера и роста. Видимо поэтому здесь лежат гиганты, я хер его знает. Так, и теперь к этим крысам надо идти, я думаю, по-любасу ставить вот это кольцо и надеяться на чудо. Надеяться на то, что этого босса не изменили, что он падает там, где падает, потому что босс тут такой. Не очень прикольный, не очень интересный, но необычный до этой игры. Вообще-то раньше крыс тут было больше, причем заметно больше. не пора появиться. В общем, Обратите внимание, что он почти полностью меня отрыванул Одним ударом А на новой игре плюс Он одним ударом обращал в камень Или на новой игре плюс Плюс Душа бойца крысиной гвардии Ля-ля-ля-ля-та-па-ля Все неплохо Странно, что никто из ковенанта местного не напал Видимо Все энтузиасты-нападатели Вступили в ковенант колокола Вот Этот Убирайся, он не говорит. Может его убить нахрен, а? Что он? Дерзкий поцик-то. Ключ-камень фалоса, вот что здесь лежало. Да. И по гробикам, по гробикам куда-то там можно еще спуститься. Там что-то, наверное... Да, за босс-то дали 10 тысяч душ примерно, может чуть побольше. Какой босс, такая награда? Никакой и никакая. А, и теперь здесь спуск в помойку. Неважно, видимо, что хочу ли я еще там полазить. Повтыкать эти камни фалоса. Крайний камень кровотечения. Менструальный камешек. Так, а где-то здесь... Ах, вот-то где. И то, блядь, мимо. И сдох нахуй. Отлично вообще. Как же меня бесят эти жучки, блядь. Ай, блядь. На самом деле, даже не пойду забирать эти 14 тысяч душ. Они не стоят такой длинной дороги. Пошли они в жопу, блядь. Так, напишите в комментах, если кто знает, стоит ли вообще тратить камень фалоса на переход в другую сторону. Или лучше напишите, кто знает, куда точно надо воткнуть, чтобы мост сразу опустился, чтобы я не тратил их. Не знаю. Ну, можно, в принципе, потратить. Сколько у меня их, кстати? У меня их, по-моему, сраная гора. Нет? А это ключ камень фалоса, что ли? А, это тяжелый железный ключ. А, в глубине железа цитадели за алтарем есть дверь в башню, которая приносила железо старому королю. Ёпта. А, ну да. Теперь, видимо, вот этот последний костер перед боссом, перед битвой со старым железным королем открывается вот этим вот ключиком, видимо. Та самая башня, которая Ковенант, походу. Ну, то есть, либо та, либо эта. И все-таки, где ключи и фароса-то? Хуй мне, блядь, раздели хоть лежат-то. В разделе всего на свете сразу. О, пять ключей. Ну да. Может быть, я и сам наугад ключи повтыкаю. В принципе, какая разница. Так что-нибудь жмите, что-нибудь напишите. Адьё.